Армения больше не должна проходить через события 1 марта. Как передает канал 13 об этом написал в фейсбук спикер парламента страны Арарат Мирзаян. Сегодня весна Гор Клаян, Давид Петросян, Армен Фарманян, Тигран Хачатрян, Аванес Аванесян, Григор Геваргян, Самвел Аруцюнян, Закар Аванесян, полицейские Гамлет Адавесян и Тигран Абгарян 13 лет назад, 1 марта, мечтали жить в свободной, демократичной и счастливой Армении. В результате применения силы на основе незаконного приказа 1 марта на 10 лет было остановлено развитие Армении по демократическому пути, отметил Мирзаян. По его словам, в эти дни, когда несколько высокопоставленных военных непозволительным образом попытались вмешаться во внутриполитические процессы, нельзя допустить подобного развития ситуации. Поэтому призываю отдельных людей, гражданские группы, партии в память о 1 марта оставить в стороне политические разногласия и единым фронтом выступить против насилия и угроз, как инструмент разрешения политических процессов. Наша Родина больше не должна пройти через такое испытание, подчеркнул Мирзаян. Напомним, что в 2008 году оппозиция во главе с первым президентом Армении Ливоном Терпатрасяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов. Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновение, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 230 человек. Спустя 10 лет, в июле 2018 года, были начаты допросы ключевых фигур по делу 1 марта 2008 года. Обвинения были предъявлены второму президенту Армении Роберту Качаряну, бывшему министру обороны Микаэлу Аруцюняну, экс-министру обороны Сейрану Аганяну, бывшему начальнику Генштаба ВС Юрию Хачатурову, бывшему вице-пемьеру Армену Геваркяну.